В 2016 году в якутском селе Тулуна бычок местной породы не захотел коротать зиму в коровнике, а отправился в лес. Ежедневно в течение нескольких недель бычок приходил к озеру, куда пастухи выводили коров, чтобы пососать молока матери, но затем не шел с остальным стадом в теплый коровник, а удалялся в лес. Местных жителей поведение бычка удивляло, ведь местные животные хотя и привыкли к морозам, но когда термометр опускается ниже 50 градусов, шансов выжить у них нет. Как только морозы достигли минус 20, люди отправились в лес ловить бычка, вот только это оказалось совсем непростой задачей. Некоторые даже предлагали застрелить быка, утверждая, что он так или иначе обречен на смерть. Даже этот план людей потерпел крах. Бычок умело прятался и быстро убегал от людей, лишь иногда приближаясь к дьяконовым, своим хозяевам, но им словить его не удалось. Был остался зимовать в лесу неподалеку от деревни. За время зимовки у него выросла длинная шерсть, сделавшая его похожим на яка. Бычок жил в лесу, но далеко от деревни никогда не отходил. Вскоре местные жители привыкли к необычному соседу. Однажды семья, владевшая бычком, приняла решение забить его и продать на мясо. Семья очень нуждалась в деньгах, тем более каждый день бык приходил к их коровнику, чтобы поесть сено. За животное заступились власти города, семье выделили сено, а быку сохранили жизнь. Быдло принято решение изучить бычка и сделать из него осеменителя, чтобы вывести коров, которые смогут переносить местные морозы. Хотя в лесу быка подстерегает не только холод, но и другие опасности, он предпочел свободу заточению в теплом сарае. Понимая, что в лесной глуши он легко станет добычей волка, бык не стал уходить далеко от людей. Животное часто приходит к коровнику поесть и с любопытством заглядывает внутрь, но зайти и присоединиться к своим сородичам не хочет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.